Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами роллы и необычные с вот такой вот шапочкой, вроде цветочка. Они очень вкусные. Я даже не знаю, что это, сметана или какой-то специальный соус. Еле все это дело уместила. Даже у меня здесь один с краю сбоку. И давайте приступим. У меня сегодня потрясающее просто настроение, потому что день получается очень продуктивным. Я люблю, когда дела идут хорошо. У меня прям поднимается настроение. Залила одно видео в ТикТок. Оно прям очень хорошо начало набирать. Прям сразу буквально за 10-15 минут уже 6000 просмотров. Выложила в историю Инстаграм, когда у меня видео хорошо заходит. Я выкладываю в Инстаграм тоже. Блин, вот каждый раз тебе говорю, что Айка, давай снимать в ТикТок каждый день. Потому что, когда я каждый день снимала, у меня в ТикТоке в день по 4000 человек подписывались. Прикиньте, по 4000. Потом я как-то забила. Меня, знаете, как-то демотивирует, так скажем, тот момент, что в ТикТоке люди собирают огромную аудиторию, а потом проходит время, и их просто перестают смотреть. То, что у тебя есть аудитория, это не дает тебе гарант того, что все твои видео будут залетать в реки. Итак, первый у нас вот такой вот круглый, круглая Филадельфия. Огромный просто ролл. Я поняла, что сверху. Сверху сыр Филадельфия. Еще имбирь. В общем, постоянно как бы напоминаю себе, что Айка, давай снимай, снимай, снимай. Потом как-то забиваю. Вот на YouTube забить я не могу, а на Instagram и TikTok легко. Вот это я понимаю ролла. Вкусные, красивые. Аппетитные. Тут такой аромат стоит. Я продолжаю отвечать на вопросы, которые вы задавали под видео с курочкой гриль. Там я говорю про то, что мой брат хочет набить всю руку татуировками. И в то же самое время я до этого рассказывала вам, что он стал верующим. Он хотел набить руку, когда еще не был верующим. Сейчас он делает намаз. И, естественно, никакие татухи не сводить, ни новые добавлять он не хочет. Он вообще очень поменялся. Меня тоже как бы хочет сблизить с религией. Постоянно об этом рассказывает. Но я пока что понимаю, что я не готова. Он продолжает делать намаз. Я лично считаю, что это очень серьезный шаг. Который, если честно, я считаю, что я пока что совершенно не готова. Просто так брать на себя такую ответственность. И потом бросать это все. У моей дверной сестры была подруга. Она была казашкой. И она начала делать намаз. Закрылась и все дела. А потом через два года просто перестала делать намаз. Сняла хиджабы и все дела. Но я просто слышала, что так делать нельзя. Потому что это еще больше грех, нежели вообще это не делать. То есть это обязательно нужно делать, обдумав. Все за и против. Реально прийти к этому не потому, что кто-то тебе так сказал. Просто в ее случае там ей парень начал это втирать, что ты тоже должна это все делать. Но я могу сказать одно. Мой брат изменился. Изменился в лучшую сторону. Его взгляды на жизнь, его разговоры. То есть после того, как он стал близок с религией, он изменился только в положительную сторону. И это меня безумно радует. Ну просто из-за того, что он изменился в лучшую сторону, я не могу делать то же самое, что и делает он. Религии никто никого не заставляет. Каждый человек сам приходит. Вкусные роллы. Просто большие. В этот раз специально взяла большие. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своей первой любви. Когда проходит время, ты понимаешь, что это совершенно не любовь была. То есть я училась в пятом классе. Первые такие чувства были к мальчику, который учился, по-моему, в десятом. Точно не помню. Ну, короче, это шеклассник был такой, знаете, весь из себя хулиган. Всем он нравился. Мне тоже. А он был друг моего брата. Еще иногда к нам приходил. Но, понятное дело, он на меня смотрел просто как на ребенка. Когда разница в возрасте, например, 30-35 лет, то это нормально, это окей. Но когда у вас как раз-таки разница, например, 17 и 12, то тогда это очень сильно чувствовалось. Или 11-16. Не помню, сколько нам тогда было, кому. Ну, в общем, в то время эти пять лет ужасно чувствовались. И, понятное дело, что на меня никто, как на девушку, не смотрел. Тем более я выглядела ужасно просто. Ну, сейчас я думаю, лучше влюбляться в осознанном возрасте. Создавать семью уже в 25-27. Потому что ты уже подходишь к этому со свежей головой. Когда ты в подростковом периоде, бушуют гормоны, и ты думаешь, что все. Больше ты никогда не испытаешь эти чувства. Это самый лучший вариант в твоей жизни. Здесь и не он, все. Жизнь просто не состоится. Это, конечно, все ерунда. Все еще будет. Но в тот период я, естественно, никому не рассказывала. От слова совсем. Я боялась, что ему расскажут. Я просто смотрела на него, как на святого. Как в кино. Он что-то говорил. Я целый час на него смотрела. Ну, а что? Как бы ребенок, да детская любовь. Я была где-то в пятом классе. И так это закончилось просто ничем. Он, кстати, сейчас, к сожалению, в тюрьме. Этот парень. Раньше был хулиганом таким. Вот. Но все равно, знаете, у меня нет отношения к тем людям, которые сидят в тюрьмах. Я считаю, что каждый человек имеет право на ошибку. Всякое в жизни бывает. Если человек попал в тюрьму, это не значит, что он там последний, какой-то плохой. Ну, допустил ошибку. Каждый человек имеет право на исправление. На второй шанс. Обязательно. Главное все осознать. Сделать правильные выводы. Такие роллы вкусные. Просто они большие. Филадельфия такая. Чуть-чуть прям макаю. Я не люблю, когда сильно прям она искупнувшаяся там в соусе. Здесь некоторые пишут, Айка, когда ты начнешь нормально отвечать на вопросы, отвечай на много вопросов. Я делаю более развернутые ответы. Я не хочу отвечать да и нет. Если вам не нравится, вы можете меня не смотреть. Идите смотрите тех, кто отвечает да и нет на ваши вопросы. Извиняюсь, моя хорошая, мне позвонили, поэтому пришлось как бы вырезать этот момент, как я разговариваю по телефону. Хотя, может, и оставлю, не знаю. В общем, следующий вопрос. Смогла ли ты полностью перейти на правильное питание и отказаться от фастфуда на долгое время? Нет. Я обожаю вкусно поесть. Для меня вкусно поесть это именно съесть что-то вредное. Обожаю чипсы, сухарики, сосиски. Мне кажется, человек, который отказывается от всего этого, у него крутая сила воли. У меня такой силы воли, к сожалению, нет. Поэтому я просто не смогу. Не просто потому, что я делаю это для мукбанков, и я не могу не снимать. Это тоже, наверное, в какой-то степени играет роль. Но это скорее, наверное, просто отмазка. на самом деле у меня нету такой силы воли, чтобы прям отказаться от всего этого. Мои подруги жали. Спокойно может себе отказать о многом. Это, конечно, круто. Но это сложно. Не для меня. Давайте еще один ролл. Я хотела закруглиться, думаю, нет. Еще один хочу. Калифорния. Я одно время очень часто ел грузинские хинкали. И они мне прям надоели. Сейчас я смотреть не могу на грузинские хинкали. Но вот не хочется. А роллы мне кажется, это просто любовь навечно. Как у меня мама говорит, отварим рис, скупим рыбку и все, готовы твои роллы. Возьмем огурчик, но нет. Это другая подача. Это другой уровень. В общем, мои хорошие, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока.